Дорогие друзья, сегодня 18 декабря 2023 года. Быстро-быстро проходит моя жизнь. К старости вы узнаете о том, я в основном обращаюсь к молодым людям, ну и среднего возраста, что с каждым Новым годом жизнь пробегает быстрее. Ну, сегодня у меня понедельник, работы обычно мало, потому что после выходных мои многочисленные сотрудники, работающие в благотворительном фонде, они не так активны. Поэтому я решил уделить внимание советам, жизненным советам, поделиться мудростем. Ну, а решать вам, мудрые достаточно для того, чтобы подсказать что-то важное или нет. Собственно, прошлая моя жизнь, ну, такая себе, да, много опыта. Трижды депутат парламента, дважды Маркиева. Господи, да что я только не возглавлял. И один из самых крупных банков, и миллиардеры, и все на свете. Есть что спросить. К сожалению, сегодня война. Грустно. На Украине убивают людей. И все сосредоточены на войне, вместо мира. О чем я очень сожалею. Большой грех на себя взял оккупант. Ну, я не об этом. Я о том, как правильно принимать решения в жизни. Это очень-очень важный вопрос. Итак, я считаю его самым важным вопросом в жизни. Да, вы только слушаете тех, кто не забыли утром Бога поблагодарить за новый день в жизни. Вы услышите сейчас много интересного. Этот день он подарил вам не даром. А если подарил даром, то и жизнь ваша пройдет даром. Вот такие дела. Самый важный вопрос в жизни. Почему он самый важный и самый главный? Потому что, во-первых, неправильное решение создаст проблемы вам самому, а иногда и такие, что исправить уже ничего невозможно. И бывает, что человек страдает всю оставшуюся жизнь. Всего от одного неправильного решения. Ну, решение это не обязательно. Надо принять решение. Можно и не принимать. Но это все равно будет решение. Всего только от одного неправильного шага. Во-вторых, зависит не только ваша жизнь. Вы не только себе ее можете испортить. Помимо проблем себе, от неправильного решения может зависеть ваша судьба очень-очень многих людей, очень близких, очень дорогих, родителей, жены, детей. А если вы руководитель, у вас бизнес, то вы можете причинить множество проблем своему коллективу, который тоже состоит из людей, у которых тоже есть жены, и дети, и будущее, которые они связали с вашими обещаниями на новую обеспеченную жизнь. Все развалится. Когда я руководил банком, я постоянно, а у меня работало 12,5 тысяч человек, я постоянно ощущал на себе эту ответственность. Ведь я набирал молодых людей по всему, по всей Украине. 100 тысяч долларов я давал рекламы, и приходили, ну, месяц, от силы 3 человека, которых я выбирал, но это были способные люди. Они доверяли мне свое будущее. Ну, оправдалось. Все стали миллионерами. Хотя они давно забыли, кому они этим были обязаны. Потому что люди, в основном, когда у них все хорошо, они думают, что это их только заслуга. Нет, не их. Ну, во-первых, все заслуги от Бога. Это я вам говорю свои почти, ну, вот скоро, ну, скоро, в этом году мне будет 73 года. Все от Бога, и все на вашу пользу. То есть, не себе приписываю, но ответственность на мне, я себе чувствовал, я чувствовал ее каждой клеткой своей, да, развалится. Господи, куда они пойдут? И потом, они будут уходить из банка, у которого имидж, что он присвоил чужие деньги. Куда я их возьму? А сегодня не работают многие в разных странах, живут припеваючи. Слава Богу, мне это удалось. А когда был мэром, я все время думал о том, чтобы, не дай Бог, не подставить кого-то. И предупреждал ребят. Многие молодые пришли, смотрите, вы сделаете неправильный шаг, тут уже банкротством не обойдется, против вас вас будет уголовное дело. И обязательно они это сделают. Они будут преследовать меня за то, что я свободомыслящий человек, за то, что я не критикант, что я рассуждаю, всего только рассуждаю и говорю простые вещи, но они не нравятся власть имущим. Я всегда говорил, что коррупция погубит любую посткоммунистическую страну. И все мы одинаковы. В Грузии, например, думают о том, что в Украине намного лучше идут дела, с коррупцией взять рейтинг Грузия на 50-м месте, а Украина ниже 100-го. Но есть и правда в этом большая. Потому что в Грузии коррупция поднялась наверх. Они не дают воровать мелким чиновникам и собирают деньги в бюджет. А куда они дальше деваются, не знаю. Потому что на самом деле Грузия могла бы жить очень здорово. А с другой стороны живет на подачке. Большая часть страны уехала за границу и посылает оттуда деньги. И то, что присылают, больше бюджета страны. Ну, это, конечно, конец света. Если такими темпами будет уходить население, для Украины тоже это важно. Страны может не стать. Проблема. Бог дал страну, надо ее поднимать. Ну, так послушайте, что я скажу дальше. Ладно, оставим политику, а то вам не дадут дослушать то, что я говорю дальше. В общем, могут быть плохие последствия от плохих решений. Вот смотрите, у меня в жизни было несколько решений и нерешений, которые повлияли кардинально на всю мою жизнь. В молодости я очень страдал от того, что не понимал, как же их надо принимать. А куда пойти? У кого спросить? Ведь я не такой, как все. Многие считают фантазер, сумасшедший в Верховном Совете у нас в парламенте считали. Но у меня было много фантазий. Ответы на них мог дать только человек, с которым бы я мог посекретничать, рассказать. А он не побежал бы докладывать на меня в КГБ, да? 8 из 10 человек были доносчиками в советское время. А подсказал бы. Вот в Израиле существует система мудрецов. Боже, как здорово. Я вот только недавно, буквально позавчера я подумал об этом. Система раввинов. Для того, чтобы стать раввином, не нужно, как в патриархии христианской, не христианской, христианской. Да, пожалуй, христианской. Потому что и у католиков, и у православных существует, к сожалению, я не против веры. Вера в Бога и религия это две разные вещи. Совершенно разные. Никакого отношения к Богу религия, на мой взгляд, не имеет. Пусть меня осудят за это попы, но вот так я считаю. Так вот, здесь существует система, когда невзяткой решается должность, которую займет молодой, или нет, молодых тут нет раввинов, которую займет раввин, да, он может стать раввином, если его целая комиссия, ну, я, честно говоря, не знаю, как происходит отбор, но слушая то, что они говорят, вчера слушал я херсонский такой есть раввин, молодой, они многие из Украины, мы таких людей потеряли, господи, я мог бы их перечислить, на Украине жило очень много евреев, но и антисемизм был жуткий, да, так вот, у этих раввинов можно было советоваться, и они не просят денег, ну, есть, конечно, много исключений, но просят деньги только беспомощные, которым никто не ходит, а те, кто ценят свою мудрость, нет, я одному из раввинов хотел подарить 20 тысяч долларов, послушал его лекцию, Берсон Зильбер есть, очень такой умный, ну, мудрый парень, парень, старше меня, да, как раз мы имели интервью, я вижу его квартиру, она обычная квартира, как в Советском Союзе когда-то, внуки бегают, вот, и он не взял, он говорит, вы потратите лучше вот это другое место, мне деньги не нужны, вот так, так вот, мудрые раввины собирают молодежь и дают им советы, как поступать в той или иной истории, они прожили жизнь, комиссия их утвердила, они проходят какие-то важные экзамены, но главный экзамен для них это их популярность в том или ином районе, к ним можно пойти, у них можно спросить, даже если они чего-то не знают, мудрые книги религиозные, Библия, особенно Ветхий Завет мощный для православных и христиан, а для евреев, для них Талмуд, ну, так что тут нет проблем, там все правильно написано, кто это писал тысячи лет назад, Соломон, один из мудрейших раввинов, хоть он и царь, и мудрец, кстати, при нем и позже в Израиле выбирали судей только из мудрецов, и, кстати, вот я здесь в суде в одном вел тяжбу, да, я проиграл, но я был поражен мудростью человека, который принимал решение, хотя я был недоволен, ну, забыли, так вот, какое решение изменило мою полностью жизнь, когда я заканчивал институт с отличием, а всего таких отличников было, ну, несколько человек на громадный институт имени Держинского, один из лучших, если не самый лучший юридический институт в Советском Союзе, мне, как отличнику, и поскольку я служил во внутренних войсках, в милиции, вот, был отличником в милиции, мне предложили на выбор, бери, вот у нас есть разнарядки, куда ходят, послушайте совет, не старика, я себя стариком не считаю, ну, решать вам, мудрее или нет, если вы хотите добиться чего-то в жизни, кроме пива и дивана возле телевизора, бегите в город побольше, а если вам судьба дает возможность оказаться в стране, где бизнес процветает, бегите в эту страну, почему все ломятся сегодня мексиканцы и всех, кто только может, страна номер один США, уровень жизни там не выше, чем в Швейцарии, пару раз ниже, ниже, и в Арабских Эмиратах выше, чем в Соединенных Штатах, но нет такой эмиграции в эти страны, а потому что я был в Америке, для человека активного, если он хочет себя правее, может ли он стать миллионером, миллиардером, президентом, кем угодно, страна возможностей, демократия, и работают сутками все, деньги, доллар, они хотят их, это сразу чувствуется, что это страна огромных возможностей, делай, что хочешь, и завтра ты уже близок к сверкающей вершине, вот такая страна, есть еще страны, где все шевелится, туда все стараются попасть, ну вот такие дела, я принял решение остаться поехать в Киев, но это все равно было лучше, чем Харьков, хотя я уезжал из Харькова и думаю, блин, лучше бы я в Харькове остался, там столько друзей, столько красивых людей, которых я так любил, но набрался мужества и подумал, да ладно уж, поеду в столицу, не нравился мне Киев, страшно поначалу, а потом я пару раз ездил в Харьков и понял, в сравнении с Харьковом Киев это Европа, так что первый совет, который я вам дам, чем больше город и чем больше демократии в стране, если вы хотите совершить немероятное и попробовать себя, на что вы годны, мотайте быстрее в город побольше, если вы живете в Богодухове, в Харькове, езжайте в Киеве, и точно так же, если вы живете где-нибудь, ну да, живете в Черкассах или в Чернигове, езжайте в Киеве, быть там найдете и зарплату, и все, что только вы хотите, потому что возможностей намного больше, ну вот такой совет я хочу вам дать, ну в общем нужны мудрецы, нужны советчики, я бы очень хотел многим рассказать, как правильно поступать в жизни, в конкретной ситуации, но для этого нужна аудитория, есть ребята, которые пишут мне будьте моим советчиком, но я не могу одному человеку посвятить даже полчаса времени, у меня его нет, потому что я работаю на сотни, на тысячи людей, но если вы соберете группу хотя бы в 50 человек, чтобы были вопросы, и чтобы это были заинтересованные люди, я буду давать советы, ну вот какие, да, для посткоммунистических стран, если вы мечтаете о деньгах, мне грустно об этом говорить, и у вас слабо совестью, бегите быстрее и занимайте какие-то должности, любые, даже помощником депутата, и то вы заработаете намного больше, чем где-нибудь на заводе или в сельском хозяйстве, да, нравится совет, такие дела, если вы чувствуете себя бизнесменом, не смотрите на деньги, которые придут к вам завтра, это чепуха, это ничто, вы начнете набираться опыта, который затем даст вам возможность выстрелить, вы будете совершать ошибки, а на самом деле это будут не ошибки, это будет коррекция пути, которую Господь приготовил для вас, чтобы вы могли завтра стать самым великим из великих в этой области. Ну, вот, такие дела. Израиль процветает в том числе и благодаря раввинам. То, что Бог есть, друзья, я буду заканчивать на этом, у меня очень много материала, я много писал, это просто вот время было, и я себя сегодня хорошо чувствую, не всегда так бывает, вот. Благодаря раввинам много хорошего происходит. И Бог есть, это, если только вы в этом сомневаетесь, не слушайте меня, я это вам говорю, потому что я свидетель многих чудес, которые он со мною творил. Да, чудес, чудес, настоящих чудес, которые, не могли они произойти, одно из, чтобы вам было интересно чудес, я беспризорник, второгодник в школе и двоечник. Я школу закончил почти в 19 лет, и меня сразу в армию забрали, слава Богу, не в тюрьму, потому что я тогда уже и пил, и дрался постоянно, и хулиганил, я ненавидел советскую власть и ее представителей в виде ментов. Да, ненавидел, так вот я с отличием закончил Харьковский юридический институт и первый из всех отличников, каких меня выгоняли со всех школ, какие только могли быть, но в районе у нас было пять школ, последняя номер пятая была, нет, там разные были названия, 32-я, 4-я, 5-я, да, 69-я, ну, в общем, выгоняли, и как я закончил школу только благодаря своей классному руководителю Ларисе Михайловне, она не слушает мои передачи, она же слушает, не знаю, я до сих пор ей помогаю, и если бы не, не хочу, помогаю, все забыли, все отличники, все мамы, папы, там ходили, цветы ей дарили, да, моя мама не ходила, а я был у нее, ну, как, не знаю, что, как гвоздь в одном месте, ну, потому что из-за меня она все время получала, то подобью с этих, меня слушали, я был авторитетом, все-таки второгодник и старше всех в классе, то подобью всех уйти с уроков, то еще что-нибудь, а она меня любила и дотащила меня, несмотря на то, что имела от меня миллион проблем до 10 класса и я закончил школу, ну, вот, и когда я закончил ее, я аттестат отдал ей, я даже на выпускном экзамене умудрился пьяным прийти и не ответить ни на один вопрос, я сам себе сказал, вот ничего не скажу, а вы все равно мне тройку поставите, потому что выпускной экзамен в советское время в 10 классе на второй год не оставляли, вот такой я был фантазер, да, и в 41 год, когда уже надо думать о том, как с внуками начинать работать, да, я начал бизнес, не видя ни одного доллара, а уже через два года стал миллионером и не с одним миллионом, и никогда ни у кого ничего не крал, на этом все, захотите продолжить, продолжим, но только не один на один, у меня много что для вас интересного, с конкретными примерами, как принимать правильно решение, мне очень хочется помогать вам своим опытом, понятно, в Украине я вопросов не дождусь, потому что те, кто могли бы их задавать, они за границей, а те, кто воюет им не до меня, в Грузии я с радостью могу рассказать и о политике, как политиком стать, и как бизнесменом стать, но нужна аудитория, вот такие друзья дела, я счастлив с вами пообщаться, сегодня у меня хорошее настроение, надеюсь, что после нашей встречи и у вас будет хорошее настроение, позвоните своим родителям, они ждут этого звонка, они хотят знать, как у вас дела, они хотят слышать ваш голос, удачи!